Элеватор в центре города, это, как считают многие архитекторы, не лучшее решение. Но гигантское здание уже стало частью Барнаула, и когда оно начало приходить в запустение, специалисты испугались, что элеватор можно потерять. Но сейчас у него новые собственники, которые, как известно, уже начали ремонт. Если это здание вернут к жизни, то много других уникальных промышленных строений края в опасности. Пример заброшенный дорожжевой завод или практически разрушенное здание Кожевиного завода. Дереволюционная промышленная архитектура, которая для города буквально потеряна. Специалисты убеждены в том, что необходим серьезный подход к промзоне. Ее нужно просто систематизировать. Я думаю, что возможно на уровне экспертов провести, возможно, какую-то стратегическую сессию. Собрать специалистов в этой области по реновации вот таких промзон. Опыт такой есть. Опыт есть в первую очередь и у самого Александра Деринга. Проект фабрика-завод, созданный его мастерской, предполагал реновацию Барнаульского сереброплавильного завода. Он пока не реализован. Знаменитая спичка пустует. А в стране, между тем, уже есть успешные примеры. Комплекс пивоваренного завода в Москве продолжает богатую историю уже как центр современного искусства винзавод. Федеральный эксперт по реновации промзон говорит о двух стилях их обновления. Снести и построить ТЦ или снести и застроить высотками. Вот этот второй путь, он почему-то пока доминирует, но меня уже радует та стагнация, которая настигла строительный сектор, который занимается строительством жилья. А вот барнаульский архитектор и генпланист Станислав Зинков не приветствует и первый вариант. Застройка торговыми и развлекательными центрами – это лишнее. По его мнению, всю городскую промышленность нужно оставить на прежних позициях. Ведь сформированный во время войны промышленный костяк, в основном по проспекту Калинина и космонавтов, устроен правильно. Ну так уж получилось, что достаточно удачно была размещена эта промышленная площадка, потому что по всем законам, если город стоит на какой-то речном объекте, на реке, то объекты промышленной располагаются, во-первых, ниже по течению, и, во-вторых, чтобы по розе ветров все выбросы вредные уходили от города в пойму и ни в коем случае не попадали на город. Так оно и вышло. По словам экспертов, продумывать стратегию реновации промышленных объектов можно на базе вузов. К примеру, в Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы развивают урбанистику, а Институт Архитектуры и Дизайна ежегодно выпускает профильных специалистов. И, конечно, к работе нужно привлечь как можно больше государственных структур, иначе мы можем остаться еще и без этих памятников архитектуры. Андрей Дреер, Андрей Печоркин, День с толком.